Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я предлагаю приготовить очень простое, но любимое многими блюдо, запеченный в духовке картофель. Для приготовления мне нужен сам картофель, соль, перец, растительное масло, хорошо если есть оливковое, если нет ничего страшного и какая-либо приправа на ваш вкус. Я буду готовить с розмарином, так как картофель у меня молодой, чистить я его не буду, а просто хорошо вымою и мою его даже вот обратной стороной губки. То есть чтобы убрать всю землю, если картофель не молодой, то конечно его нужно очистить, после того как вы помыли картошкой, ее нужно обсушить, можно это сделать бумажными полотенцами. Сами клубни довольно длинные и я буду резать их таким образом пополам и каждую половину на шесть частей. Вот такие получаются кусочки. К нарезанному картофелю я добавляю 2-3 столовые ложки растительного масла, лучше использовать рафинированное, так как температура духовки все-таки достаточно высокая. Вместо растительного можно использовать топленое сливочное масло или какой-либо жир. Сливочное масло лучше не брать, потому что оно при высоких температурах горит. Теперь соль, черный перец и немного розмарина. Теперь нужно все хорошо перемешать. Вы можете использовать любую другую приправу, которая вам нравится, я знаю, что некоторые люди очень не любят розмарин за его резкий запах. На дно формы положить пекарскую бумагу, можно этого и не делать, но просто потом ее легче мыть и выложить сюда картофель. Разровнять его и убрать в духовку. Готовность буду проверять деревянной шпажкой или зубочисткой. Посмотрите по внешнему виду, если будет хорошо румянится, можно его аккуратно перемешать один раз. 40 минут, картошка готова. Посмотрите, какая красивая, румяная и теперь, если вы любите сыр так же, как и мы, можете посыпать картошку сверху тертым сыром, но это, конечно же, не обязательно. И теперь вместе с сыром поставить картошку в духовку еще минут на 5-6 и на этом теперь действительно все. Такую картошку можно использовать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Вот такая запеченная в духовке картошка у меня получилась и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, блюдо это очень простое и очень вкусное, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях, до новых встреч!